Доброго вечера, мы находимся на заросном Майдане и к нам присоединился один еще человек, который тоже хотел, имеет какое-то мнение о Евромайдане и вообще о всей политике. Я хотел узнать, как Вас зовут? Меня зовут Анатолий, я из города Днепрозыржинска. Приехал сюда после того, как увидел по телевизору, как избивают наших детей. И считаю своим гражданским долгом сказать, что для Украины такого не должно быть. Власть должна служить народу, а не избивать его. А то, что премьер-министр заявляет о том, что здесь на Майдане стоят фашисты, на самом деле на Майдане стоят настоящие украинцы, которые приехали, не побоялись этих бандитов и высказали свое мнение. Я поддерживаю, я считаю, что это должно делаться не только здесь, в Киеве, это должны каждый из нас говорить на этом сам, не только сидя в квартирах возмущаться бандитами, которые сейчас уничтожили Украину экономически. И рассказывают о этих сказках, что кризис, кризис в их мозгах. Потому что они думают только о своем приближении. Один японский мудрец императору говорил, когда он встал на престол. Если ты будешь думать о своем народе, то государство будет процветать. Если ты будешь думать о своем приближении, то это государство обречено на смерть. Так вот, господин Янукович и вся его команда думает только о себе. У нас его семьи, его опричники уничтожили средний бизнес, мелкий бизнес и перешли уже уничтожать большой бизнес, который сейчас начал кричать. А те, которые создавали налоговый кодекс, господин Тегибко, это вообще человек, который уничтожил руками средний бизнес, который платит налоги, который работает, который сам себя занимает и создает еще рабочие места. А у господина Тегибко, не про вагон Маш, не про Зержинск, люди работают с нарушением трудового законодательства. У людей нет выходных. А когда выходные, он оплачивает только по общей, как за обычный рабочий день. То есть переработку людям не платят. Завод стоит. Работает несколько цехов, но там люди работают практически без выходных. Они бесправные. Сварщики работают по 12 часов, а платят им копейки за это. Я хотел еще, мы хотели узнать, вы с кем тут? Вы приехали сами или у вас тут есть еще друзья, родственники или вообще какое-то количество людей? Я приехал сам сюда. Я не представляю никакие партии или еще что-то. Да, я высказываю лично свое мнение. И я думаю, что мое мнение поддержат многие люди, живущие в Украине, у которых есть, скажем так, понятие, совесть, честь, которые не боятся этих бандитов. И которые не должны сидеть в квартирах и смотреть, как уничтожают их, как коммунальное хозяйство. Я вам приведу пример. Город Днепр-Зержинск. Газовая служба. Устроила бизнес. Просто бизнес. Она монополизировала это все. За монтажные работы берет спекулятивные цены. Нет никакой конкуренции. То есть банда нас окружила. С людей выжимают последние копейки. Заводы все уничтожены, порезаны. То, что создавали наши родители, наши отцы, матери. Это все разграблено. А сейчас порезано и уничтожено. А теперь они бегают и просят деньги, чтобы... Ну, додуматься только можно. Дайте нам денег, потому что у нас экономика не конкурентно способна с Европой. А подождите, господа олигархи. А что ж вы делали 22 года? Почему вы деньги не вкладывали в экономику Украины, а в офшорные зоны выводили? Поэтому это все басни. Люди должны сами подняться и сделать то, чтобы в нашей власти были нормальные люди. Нормальные люди. Честные, патриотические, которые будут думать о своем народе. У меня все. А еще один маленький вопрос, последний. Вот из этих трех партий, которые у нас сейчас присутствуют на Майдане независимости. Это Баткищина, Удар и Свободы. Какой из них вы именно больше всего выбираете? Ну, скажем так, больше всех мне нравится партия Удар и Свобода. Свобода, она действительно несет националистический дух только в хорошем слове. Что украинец – это националист, это громадянин, который заслуживает хорошего життя. Все. Хорошо. Дякую вам. С вами была «Спильно ТВ». И ждите новых новин в наступных включениях. До свидания.